Спасибо большое. Традиционный азербайджанский стол богат угощениями. Среди сладостей шикербура, пахлава и бадамбура. Основные блюда – долма, басбаш и многое другое. Коронным является шахплов, который готовится по особому рецепту. Рассыпчатый нежный рис, обилие сухофруктов и самое вкусное – газмах. Хрустящая корочка. Мы впервые попробовали традиционные блюда, настоящие азербайджанские. Это было очень вкусно. Мы впервые попробовали настоящий влог. Очень много сладостей попробовали национальные. Это было очень вкусно. Организация чудесная. Все было на высшем уровне. Национальная кухня – одна из визитных карточек Дней Азербайджанской культуры в Тобольске. Здесь гости могли познакомиться с разнообразными традициями народа. К примеру, девочки рассказали о национальном женском костюме. Культура Азербайджана была предусмотрена, что на тканях почти всегда присутствовали всевозможные орнаменты. Ткани использовали преимущественно красного цвета. Этот цвет был символом счастливой жизни. В одежде входило также множество различных ювелирных украшений. Были популярны золотые и серебряные бусы, пуговицы, зелезированные под крупные зерна, выячмения, низкие монеты, ажурные подвески, цепочки и тому подобное. ПЕСНЯ В Тобольске сегодня живут более двух тысяч азербайджанцев. Отцы и деды у многих участвовали в строительстве нефтехимического комбината и нового города. Приехав из Солнечной Советской Республики в Сибирь по комсомольским путевкам. Примером трудового подвига был знаменитый геолог Фарман Салманов, первооткрыватель тюменской нефти. Улица его имени есть и в Тобольске. С инициативой увековечить память великого земляка и азербайджанца и сибиряка выступила городская национально-культурная автономия. В прошлом году мы проводили Новый Рузбайран, а в этом году к празднику Дня Азербайджанской Республики. 28 мая Азербайджан отметил День независимости. Тобольское время